Я готов представить нашего сегодняшнего эксперта, это директор по производству управляющей компанией ГУК Краснодар, Анатолий Юрьевич Александров. Анатолий Юрьевич, здравствуйте, спасибо, что пришли. Я, если честно, не нашел статистику ни по краю, ни по Краснодару, нашел по Московской области. С начала 2017 года специалисты демонтировали 850 площадок, опасных для жизни и здоровья детей. Я считаю, много. А у нас демонтируют или как-то новороссийские ждут, когда произойдет несчастный случай? Нет. Те дома, которые находятся у нас в управлении, там, где площадки находятся на придомовой территории, отмежеванные, входят в состав общего имущества. Работа по осмотрам в обязательном порядке осуществляется перед началом сезона. Да и вообще есть такое понятие, как весенний-осенний осмотр. В обязательном порядке просматриваются элементы и в случае угрозы какого-либо элемента, если это старое оборудование, решение только одно – демонтаж. Конечно, по сравнению с Москвой у нас несколько… Ну, там целая область, да, вы отвечаете за город, все-таки это разные формулы. Да, по нашим домам. Но эта работа проводится регулярно и постоянно. По вновь установленному оборудованию, современному уже. Учитывая, что там есть паспорт игрового элемента или оборудования конкретного, так там вообще есть характеристики, которые требуются по ГОСТу, должны отвечать на те или иные ситуации. Поэтому там вообще все четко и ясно. Не соответствует ремонт либо демонтаж. Скажите, кто вообще отвечает за детские площадки, которые у нас во дворах? Детские площадки, которые находятся во дворах и включены в состав общего имущества собственниками, естественно, несет форму управления та, которая реализована в доме. То есть это либо управляющая компания, либо товарищество собственников жилья. ТСН сейчас, товарищество собственников недвижимости. Если же это детские игровые оборудования расположены на муниципальной земле и изначально ставилось для использования, для общедоступного, то здесь, конечно, орган местного самоуправления уже осуществляет контроль за техническим состоянием данного детского игрового оборудования. Если же тут есть небольшое «но», как показывает, даже не как показывает практика, то, что сложилось у нас в Краснодаре, все-таки эту работу очень активно помогают реализовывать депутаты, депутатский корпус города Краснодара. Собственники принимают решение о размещении детского и спортивного оборудования на муниципальной земле, но при этом включают его в состав общего имущества и несут в дальнейшем затраты на его эксплуатацию, то здесь опять вопрос становится по форме управления, которая осуществляется данным дома. Антон Ильич, такая история, на моем примере, у нас во дворе местные жители нескольких квартир, они за свои деньги купили несколько горок, качели и установили их, и это, насколько я понимаю, просто поставили и никому не сдавали в эксплуатацию. То есть, возможно ли это, законно ли это, и кто будет нести ответственность, если произойдет несчастный случай на этой горке? Не стандартный случай, но попытаюсь объяснить хронологию данных событий, будем так говорить. Да, хорошее дело, собственники приняли решение, потратились, поставили, но на перспективу никто не посмотрел, что будет с этой площадкой, как она будет содержаться, кем она будет содержаться, за счет чего она будет содержаться. В связи с этим возникает вопрос. Если же домом управляет управляющая компания, то можно пойти по пути решения с управляющей компанией, чтобы включить ее в состав общего имущества, определиться на общем собрании, по несению затрат для ее эксплуатации и надлежащего содержания, и чтобы вопросов потом не возникло в случае какого-либо, не дай бог, ЧПД. А так получается, что поставив какое-либо детское оборудование, паспорт, естественно, на него никому не передавался, приемка этого элемента одного либо группы опять никем не осуществлялась, то есть вся ответственность, получается, лежит только на тех людях, которые приняли решение об ее установке, что тоже не совсем правильно, опять-таки, если есть форма управления на данном квартирном доме. Поэтому здесь как бы палка о двух концах получается. С одной стороны, вроде как хорошее дело, но кто ее ставил, какими силами и что с ней произойдет через два месяца активного пользования детьми, особенно если это маленькие дети, большой вопрос возникнет. Вы говорите, паспорт, некоторые делают из подручных средств, турники, качели. В данном случае мы же говорим именно о заводских каких-то элементах. То, что делают из подручных средств, на территории многоквартирных домов уже явно у них давно ничего не ставят из подручных средств. Да, есть старые элементы, выполненные из металла. Вообще в Казмитаре много этого антиквариата? Достаточно. У нас, самая большая управляющая компания города Краснодара, 437 детских и спортивных площадок, расположенных на, будем так говорить, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов. Это порядка 180 тысяч квадратных метров. И опять этот разброс может вызвать чем? Либо это один элемент, такой как песочница, или детская качелька, балансир. А может быть и целая группа спортивных тренажеров, либо детского оборудования, практически целый городок. Но опять я говорю, что с прошлого года активно этой работой занимались депутатские корпусы, выделялись денежные средства. Красивые, современные оборудования, соответствующие, соответствуют которые всем требованиям и нормам. И даже многие собственники в дальнейшем принимали решение об ограждении их, и вообще за закрытие на ключ, чтобы только пользовались дети определенной группой. Да, я видел эти песочницы под замком. А под замком это требование обязательно. Все песочницы сейчас не могут находиться в открытом доступе. Как минимум санитарные нормы, чтобы туда не ходили кошечки, собачки. С другой стороны антидрористические мероприятия, их никто не отменял. Скажите, вот глава Приморского внутригородского округа в Новороссийске Дмитрий Алферов, он такую фразу обронил, что жители не сказали, что там турник. Вот здесь я, конечно, не совсем согласен с заключением, будем говорить, тезисом главы. В конце концов, если на доме есть форма управления, и даже в подавляющем большинстве случаев, если собственники сознательно не принимают решение, либо не отдают отчет в действиях, в каких именно, а именно о содержании детского и спортивного оборудования, есть требования и нормы законодательства, по которым форма управления, осуществляющая управлением домом, должна выполнять в обязательном порядке свою работу. Спасибо. Спасибо большое. Напомню, что в студии у нас был директор производства управляющей компании ГУК «Роснодар» Анатолий Юрьевич Александров. Спасибо большое, что пришли. Мы продолжаем дневной информационный канал. Впереди у нас деловые факты. Их расскажет Кристина Пьяных. Продолжение следует...